всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала я сегодня хочу рассказать о привитых саженцев винограда о проблеме по которой возникло необходимо сделать привитые саженцы винограда о распространении филоксеры также немножко коснуться о полном цикле развития виноградной заразы под названием филоксера хотя на сегодняшний день о филоксере известно более 170 лет но до сих пор находятся люди которые задают вопросы не все видят разницу между привитыми саженцами винограда и корни собственными и по какой причине возникла необходимость делать привитые саженцы винограда видео будет состоять из трех частей я сделаю тайм-коды кому интересно можете переходить в нужный раздел хотя я на данную тему снимал видеоролик но все равно люди задают вопросы и я решил сегодня коснуться более подробно данной тематики забегая наперед расскажу то что выращивание привитых саженцев винограда это мировая практика на сегодняшний день более 90 процентов производства всего винограда мире происходит на филоксера устойчивых профессиональных корнях но давайте обо всем подробно впервые филоксера была обнаружена на юге франции провинции лангедок в провансе впервые филоксера о себе знать 1863 году но до несколько столетий до этого виноград подшучивал над североамериканскими виноградами также известный виноградарь томас джефферсон они завозили наиболее элитные сорта с европы для того чтобы делать новые новые сорта и делать новый виноград но они не понимали из-за чего европейские лозы не прерываются на американской земле они винили в этом климат думали что почва не подходит но корни не видели заразу под названием филоксера также по воле и судьбы филоксера появилась на европейском континенте в юге франции там где виноградники очень были густо заселены и наиболее распространены и получив такое удовлетворительное и хорошее условие филоксера быстро быстро начала распространяться впервые забили тревогу 1866 году начали искать проблему как бороться с данной филоксеры самым активным участие в проблеме решения филоксеры делал гастон базиль он обратился к профессору ботанику жюлю эмилю планшону и совместно совместными усилиями начали искать причину по которой виноград взрослые насаждения за 35 лет чахли высыхали и полностью пропадали так проезжая на французских виноградниках они остановились на винограднике и на данную тему запечатлена гравюра о том как они с лупами смотрели осматривали и тогда жюль планшон впервые описал в своем блокноте теперь я понял что проблема по которой высыхает виноградные насаждения является мелкая зараза филоксера она настолько маленькая что не видно невооруженным глазом и когда доставали пропавшие от филоксеры виноградные насаждения они практически отсутствовали на них корни то есть они были практически полностью заселены мелкой желтой тлей так наша филоксера начала распространяться не только по территории франции она распространилась по территории европы вы можете нажать на стоп-кадр и посмотреть какие года филоксера давала о себе знать также при решении данной проблемы люди разделились на два лагеря условно говоря химики и биологи химики решали данную проблему радикальным методом то есть выкорчевывали находили решение затапливали полностью виноградники как видно здесь на рисунке но таким способом можно было бороться только на равнинных землях и требовалось огромные запасы воды а виноград как известно и растет на склонностях местах также нашлись решения проблемой они брали большие огромные такие шприцы да и с помощью химикатов травили полностью корневую землю в зоне расположения корневой системы но данный метод был очень дорогостоящим также требовал большого труда и в любом случае она не решала полностью в корне а другая группа ученых занялась биологическим методом жюль планшон впервые догадался то что данная проблема то есть филоксера как насекомое прибыла с американского континента и он одним из первых догадался то что филоксера так как не является европейским насекомым что она пришла и что в америке должны жить и находиться филоксера устойчивые то есть на протяжении тысячелетий которые приобрели иммунную систему к этой заразе и таким вот образом появилось решение данной проблемы выращивать виноград на американских филоксера устойчивых подвоях то есть стала вынужденная мера то есть виноградное насаждение начало состоять из двух частей то есть за корневую систему начала отвечать филоксера устойчивый подвой а за привойную часть та форма тот сорт который мы получаем ягоды и видя данную проблему я на сегодняшний день могу рассказать что филоксера распространялась не только по европейскому континенту это современные данные зона заражения европейского континента вы можете видеть также если коснуться всего земного шара видим что филоксера практически присутствует во всех частях земного шара я сейчас нахожусь возле филоксера устойчивого сорта винограда в данном случае это подвойные сорта которые я использую для выращивания привитых саженцев винограда так чем же отличие между устойчивыми и неустойчивыми сортами винограда к филоксере я основное отличие это в устройстве корневой системы я сейчас на экран выведу фотографию вы левой части видите неустойчивый филоксере корневую систему а справа части устойчивый к филоксере Так вот, основное отличие между ними в том, что у неустойчивых сортов винограда есть одна корковая ткань, а устойчивость к филоксере имеет две корковые ткани. И также у устойчивых сортов винограда две корковые ткани, и видим, что клетки очень-очень мелкие, очень-очень плотно между собой расположены и имеют очень хорошую способность к регенерации. То есть она быстро восстанавливается, то есть когда филоксера прокусывает корневую систему неустойчивых сортов, она полностью повреждает его, туда попадают различные бактерии, и корневая система начинает полностью загнивать. А устойчивых сортов филоксеры к филоксере корневая система за счет своей две корковых тканей и плотных тканей и быстрой способности регенерации не так страдает от филоксеры. Так, что такое филоксера? Давайте коснусь данной темы более подробнее, чтобы знать о полном жизненном цикле этой заразы под названием филоксера. Филоксера – это насекомое, которое имеет различные формы. Основной вред приносит корневая форма филоксеры. Но если коснуться всего жизненного цикла филоксеры, то можно начинать, наверное, с одного единственного зимующего яйца, который откладывается на различных участках винограда. Она может находиться и под корой, также находиться и в чешуйке, и под почками. И вот это зимующее яйцо способно к распространению этой самой филоксеры. Также многие ошибочно считают, что распространение филоксеры способствует лишь корневая система, но также она очень хорошо распространяется и с помощью вот этого зимующего яйца. Но давайте более подробнее коснемся и данной темы. Так вот, возьмем зимующее яйцо. Весной, когда температурные показатели достигают плюс 13 градусов и выше, из зимующего яйца выходит личинка, так называемая расселительница. Она начинает бродить по виноградным листьям и, прокусывая его, создает галлы. В этих галлах откладываются яйца из яиц, вылупляется взрослая листовая форма филоксеры, которая в дальнейшем также находит другие листья и также распространяется. Так вот, листовая форма филоксеры после первой регенерации способна переходить в корневую форму, то есть уходить под землю. Под землей она имеет также замкнутый цикл, скажем так, взрослая корневая форма филоксеры также откладывает яйца, из нее вылупляются другие личинки и также получаются взрослые насекомые. И вот она также способна находиться под землей и сама себя воспроизводить. То есть, когда филоксера уходит под землю, она уже оттуда никуда не девается. И на сегодняшний день нет абсолютно никакого решения в решении данной проблемы, то есть уничтожением этой филоксеры. Так вот, одна из форм при регенерации подземной формы филоксеры выходит нимфа. Да, некоторые из нимф приобретают крылатую форму. И известно, что из книг, что при ветреной погоде филоксера способна пролетать до 20 километров. А обычно она летает и распространяется до 100 метров. Так вот, летающая или крылатая форма филоксеры откладывает яйца. Яйца имеют двух видов. Видим, из крупных яиц вылупляются самки, а из более мелких вылупляются самцы. В последующем они вылупляются. Половая форма филоксеры, то есть мужского и женского типка, они не имеют хоботков. То есть, они практически не питаются. Живут всего неделю. И спариваясь, они откладывают всего одно зимующее яйцо, которое способно прикрепленным к надземной части виноградного растения благополучно пережить зиму. И вот таким вот образом данный круг замыкается. То есть, филоксера имеет способность распространения так под землей, так и над поверхностью. И давайте подробнее остановимся о филоксероустойчивых саженцах. Но прежде чем рассказать ее более подробно, я хочу немножко по-простому его объяснить. Мы виноград любим из-за его красивых гроздей и различных ее форм и цветов. Но виноград состоит не только из ягод, но у нее есть и другие органы. Видим, что у него и листья имеют различную форму, также имеют различную окраску в осенний период. Видим, да, виноградные не только ягоды, но и листья бывают различные. Также и корневая система у каждого винограда своя. Но она находится под землей, мы ее не видим. Так вот, виноградарство, выращивание саженцев имеет, скажем так, две эпохи. То есть, до филоксеры и после нашествия филоксеры. После нашествия филоксеры единственным решением данной проблемы стало выращивание на филоксероустойчивых корнях. То есть, виноградное растение стало состоять из двух частей. Из подвойной и привойной части. Так вот, подвойная часть отвечает за корневую систему, которая является устойчивым к филоксерии. А привойная часть тот сорт, который нам необходим и нравится. Так вот, в первом поколении наши филоксеры устойчивые подвои с Америки были завезены в чистом виде. Репария, Рупестрис и Берландери. Основными требованиями в первую эпоху была лишь устойчивость к филоксере. То есть, другие параметры не обсуждались. В последующем, при селекции обнаружились некоторые проблемы. То есть, был плохой аффинитет, небольшая сила роста и не ко всем почвам она подходила. В последующем, при скрещивании, ученые между филоксероустойчивыми подвоями появились, скажем так, филоксероустойчивые корни или сорта второго поколения. То есть, они уже были и более сильными в росте. Они лучше подходили к активной извести, меньше хлорозили. Также появились устойчивые к морозу засухам. Так вот, после того, как выращивание привитых саженцев, то есть, виноградное растение при составлении из двух частей, путем подбора той корневой системы, то есть, лучшей корневой системы для виноградного растения, мы можем, подбирая привой и подвой, создавать виноградные растения с лучшими показателями. Так вот, подвой с сильным ростом имеет влияние на привойную часть. То есть, увеличиваются размеры ягода, также увеличивается или же замедляется срок созревания. Путем подбора в ваших регионах тех форм, которые наиболее подходят вашим регионам, можно создавать лучшие виноградные растения. И также на сегодняшний день и распространяется или развивается виноградовство. То есть, составляет лучшую корневую систему с привойной частью. На сегодняшний день распространены более или известны более сотни различных подвоев. Но я знаю, что в Крыму наиболее широкое распространение получило около восьми видов подвоев. Из них подавляющее большинство занимает четыре сорта подвоев. Это Кобер 5ББ, СО4, Телеки 5С и РР-101-14. Но, насколько мне известно, Кобер 5ББ, с чем я работаю, наиболее широко распространена во всем мире. И я считаю ее наиболее универсальным. Но она, может быть, не для всех подойдет. Но также при подборе сортов учитывайте особенности ваших климатических зон, вашего грунта. Но, опять же, повторяюсь, что Кобер 5ББ, на мой взгляд, является наиболее универсальным. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.